Всем привет, вы на канале WorldSpace, я Владимир, я Олеся, и сегодня мы расскажем о насущном новоявленных обладателям недвижимости в Сербии, то есть о налогах. Напоминаем о нашем телеграм-канале, где вы всегда можете найти текстовую транскрибацию всех наших видео. Ссылку вы найдете, кликабельную ссылку вы найдете под видео. Погнали! Великобритания Великобритания Какой же налог на недвижимость в Сербии придется платить новому обладателю недвижимости? Пожалуй, это один из первых вопросов, который возникает после того, как в голове немного утрамбовалась мысль о том, что теперь у вас есть свое жилье в новой стране и не придется скитаться по арендуемым квартирам. И ответ на него весьма приятный. Уровень налогообложения недвижимости в Сербии, он весьма привлекателен и не применителен реально для любого бюджета. После того, как вы уплатили первый налог на перенос абсолютной собственности на себя, теперь же вам предстоит оплачивать ежегодный налог на эту вашу собственность. Сам размер налога устанавливается органами местного самоуправления в интервале от 0,2% до 1% стоимости недвижимости и различается от региона к региону. И вот эта ставка от 0,2% до 1% зависит от зоны, в которой расположена конкретная недвижимость. В каждом регионе выделяется 5 зон. Это самая дорогая в центре города, где налог, согласно закону налоги, на имущество не должен превышать 1%. Самое же дешевое – это вне городов и сельских поселений. Там налог не может быть выше 0,3% от стоимости объекта. И, соответственно, три зоны между ними. Это окраины города, сельские поселения, это типа поселки городского типа и смотря еще где в селе, где вот конкретно в селе стоит недвижимость. И вот в этих трех зонах тоже своя ставка. Если вы решили взять ручку и бумагу и вдруг решили сами посчитать самостоятельно свой налог, то, прочитав закон о налоге на имущество и даже определив свою зону, ничего у вас не выйдет. Так как за основу берется не цена вашей недвижимости, которая указана в вашем договоре купли-продажи, а средние цены продажи 1 квадратного метра жилой площади и 100 квадратных метров земельных угодий в данном регионе. И эти вот средние цены, они определяются теми же органами местного самоуправления, и они нигде не публикуются. И вычисленная на их основании стоимость недвижимости может быть как ниже, так и выше цены купли-продажи. Вот такая вот мудреная схема. Поэтому, если любите сюрприз, то налоговый орган в первый год обладания недвижимостью вам его обеспечит. Если вы живете в частном доме, коих тут большинство, то нужно понимать, что налог на недвижимость представляет собой сумму налогов, рассчитанных отдельно для жилой площади, хозяйственных построек и земельного участка. И в соответствии с законом местные власти обязаны ежегодно проводить расчет амортизации для всех строений. То есть учитывать, если по-простому, изношенность всех строений, снижая таким образом и величину налога на них. Очень удобненько. Точный размер налога можно будет узнать в течение 1-2 месяцев после предоставления в местную налоговую управу договора о купле-продаже. И тут мы дадим вам совет. Из-за того, что самостоятельно рассчитать размер налога на тот или иной объект недвижимости невероятно сложно, поэтому перед принятием решения о покупке вы можете попросить продавца показать решение о начислении налога за предыдущий год, который он уже платил. Ну да. На сумму налога помимо зон, амортизации объектов, площадей и жилых помещений, дополнительных построек и земельного участка влияют также такие факторы, как средняя цена продажи недвижимости в конкретном районе. Если продажи в районе были давно, то средняя цена может и не меняться. Для примера, с 2018 года в районе ничего не продавалось, и тогда цены на дома и в этих районах были там 20 тысяч, 30 тысяч евро. То есть средняя цена будет на уровне этого 2018 года. И не важно, что, например, в текущем году таких цен нет и в помине. Но продаж-то тоже нет. А значит, средняя цена остается на уровне 2018 года. Или же еще один пример. Например, недвижимость находится в сельской местности, и продажи были, но только старых домов под ремонт. Соответственно, по низким ценам. То такие объекты сильно занижают среднюю цену, так как компетентными органами они тоже учитываются для определения средней цены. И качество дома здесь уже никто не учит. Ну, продажа была, значит, была. А какой там был дом, который под снос, это уже не важно, он же там стоял. Да. Сейчас будет более конкретный пример, вот с конкретикой. Например, вот наши приятели имеют дом в Лознице, как и мы, в Западной Сербии. Только у них уже был опыт оплаты именно годового налога. Мы еще год не живем, и платили налог пока за три месяца. Наш налог составил на наш дом 187 квадратных метров. И второй дом 80 с копейками квадратных метров. И участок у нас 18 соток. Мы заплатили по 1800 снос. Это за три месяца. Это Динак. Динар, да, естественно, Динар. Наши приятели же за полный год налог на трехэтажный дом в пригороде Лознице, так же, как и у нас тоже в пригороде Лознице, только с жилой площадью 280 квадратных метров составил у них порядка 8000 динар, то есть примерно 68 евро. Вполне себе приятно, не правда ли? Но на налоги на имущество можно существенно сэкономить аж целых 50%. Что же для этого нужно? Вам необходимо доказать, что вы проживаете в этом своем имуществе, а не еще где-то. Доказательством этого, как правило, служат предоставление белого картона с этим вот самым адресом, то есть регистрация по месту жительства. Видео о белом картоне, что это, как, зачем оформить и что будет, если не оформить, вот здесь глядите. А так же в телеграм-канале тоже подробно все расписано вместе со всеми ссылками, необходимо. А так же следует предоставить фотографии с вами, с жилым убранством в этом самом жилище. Ну, то есть на фото должны быть вы, типа, в домашней одежде, халате, пижаме, чтобы у контролирующего органа не возникло впечатление, что вы просто зашли как бы в гости и сфоткались тут. То есть вы должны прям там жить. В неглиже не надо фото. А то такие тоже случаи бывают. Особенность налога на жилье в Сербии заключается в том, что его можно платить и поквартально. И, кстати, этот вариант налоговый орган даже приветствует. Сербия платит именно поквартально. Мы тоже платим поквартально теперь. При первичной подаче документов сотрудник, скорее всего, скажет вам, сколько необходимо заплатить налога именно за первый квартал. А может и не скажет. Тогда ждите письмо на почту прямо к вам домой, как остальные счета. И, как правило, через пару месяцев вы получите еще одно решение, где будет указан уже годовой размер налога, а под ним поквартальная разбивка. Просто отнимите от итоговой суммы, уплаченную ранее, и уплатите остаток целиком. Либо частями по кварталам, как вам угодно. Но лучше по кварталам, они приветствуют это. В следующем же году, не дожидаясь нового решения, удивите их и оплатите первый квартал, исходя из суммы за первый квартал предыдущего года. А затем, до получения нового решения, повторите процедуру с вычитанием уже оплаченного остатка. Говорят, что если так не делать, якобы тогда это считается несвоевременной оплатой и накладывается штраф. Честно говоря, о такой информации мы не обладаем. Кто знает, поделитесь ей в комментариях. Я лишь нашла на просторах интернета, что есть какой-то штраф. Но официально я его не нашла. Мы будем благодарны. В общем, на этом все. Сжатое информативное такое видео получилось у нас. Подписывайтесь на наш канал, оставьте лайки и дизлайки, чтобы мы видели обратную связь. При желании, всегда можете поддержать наш канал, используя функцию суперспасибо. Также вся информация содержится в нашем телеграм-канале. Кликабельная ссылка в описании под видео. Обратная связь в комментариях или через почту, указанная под видео, очень нами приветствуется, где вы можете оставлять свои поощрения нам или наоборот, какие-то темы, которые вам интересны, чтобы мы разобрали. Может быть, покритиковать нас тоже вполне отлично. Окнили-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.